Меня зовут Артем Шепелев. На момент всех происходящих событий я руководил командой эксплуатации GitLab. Сегодня со мной Илья Сиванев. Он, соответственно, занимался платформой поиска и помогал нам реализовывать какие-то фичи для GitLab. Давайте начнем. Илья к нам присоединится чуть позже, чтобы рассказать самое интересное. О чем сегодня пойдет речь? Как мы вообще пришли к выбору GitLab, что у нас было до этого и так далее? Как нам приходилось адоптить продукт внутри, чего еще не хватало из ванильной сборки GitLab? Зачем нам в итоге нужно было после всего, что мы сделали, уехать с Enterprise Edition? Какой мы определили для себя фича GAP, чтобы не повредить пользовательскому опыту? В чем особенность нашей инсталляции? Поговорим немножко о цифрах, объемах, масштабах и так далее. Ну и немножко про планы на будущее. Собственно, как мы пришли к выбору GitLab? Что было вообще до 2020 года? У нас был Bitbucket и TeamCity. Такая железная связка, но выглядело это примерно вот так. Собственно, пользователи могли создать в Bitbucket, как им заблагорассудится репозиторий, настроить там какие-то права, пушить в мастер, выдать доступ кому хотят и так далее. Потом они идут в TeamCity, настраивают билд-инфраконнекторы. Эта вся штука с достаточно большим лагом пулится из TeamCity. TeamCity не выдерживает этого всего. Там внутри как угодно ты делаешь пайплайны. В общем, большая свобода, но соответствующие последствия. Помимо этого, раннеры, которые достаточно плохо масштабируются, не имеют истории с герметичностью или стейтлой сборки. Соответственно, мы получаем проблемы, что кто-то, заходящий на раннер после очередного построения, получает какие-то сохранившиеся артефакты от предыдущей сборки. Все может пойти вообще не так, как он задумал. История CACD. Ну, соответственно, в TeamCity ты либо накликиваешь, либо используешь довольно такой прогрессивный, скажем так, язык Kotlin DSL, чтобы написать свою автоматизацию, хранить и версионировать конфигурацию. Управление доступом делается достаточно сложно. Тебе, опять же, приходится это все накликивать внутри TeamCity. Ну и большая свобода, там большая ответственность и все последствия от этой ответственности. В GIT, как я уже сказал, можешь пушить мастер. Для удобства кто-то делает паблик-репозитории, смотрящий наружу без аутентификации и так далее. Отсутствуют пуш-рулы, которые позволяли бы закрепить какие-то best practices по именованию там бранчей, коммит-месседжей и так далее. И по инфре мы уже достигли пределов масштабирования TeamCity. Он там уже трещал по швам, часто перезагружался и так далее. В общем, что у нас было на карте, с чего мы выбирали, это, собственно, наша связка Bitbucket и TeamCity. И мы взяли GitLab и GitHub. Как, наверное, понятно из названия, мы выбрали в итоге GitLab, но я сейчас быстренько расскажу, почему и что нас там в целом перевалило. Ну, во-первых, нам точно нужна была из коробки и Git, и CI-CD, поэтому в целом, как альтернативы, смотрели мы на GitLab и GitHub. Нам нужен был декларативный CI, соответственно, это стандартный ямлоский CI. Нам точно нужен был механизм блокировки мерзей без аппрувов, который сохранялся у нас со старых систем. Нам нужна была удобная модель RBAC, которая встроится в ролевую модель платформы. Нам нужны были прям best practices по раннерам, потому что мы очень много в плане эксплуатации наелись с раннерами, и, соответственно, мы получили и запуск джобов конкурентный на раннере, и возможность ограничивать запуски по ресурсам. Ну и самое главное, стоит ли состояние изолированной сборки каждый раз, как первый раз собираешься. Вот, и по, ну это в хорошем смысле, конечно, по инфре, соответственно, мы получили масштабирование, возможность разместиться on-premise и rate limit. Масштабирование позволило нам с первоначально заложенных объемов вырасти примерно в 5 раз, и все это время GitLab как бы скейлился и скейлился, выдерживая нагрузку, а rate limit позволили нам в целом переживать всякие пиковые нагрузки, сохраняя пользовательский опыт. Почему мы от GitHub отказались? Там, прежде всего, перевесили историю, что в on-premise версии на тот момент не было CI, и так же, как у TeamCity, у него было только вертикальное масштабирование, нам это точно не подходило. В конечном итоге, это сейчас уже можно задним числом сказать, что наличие у SS-версии было тоже достаточно явным преимуществом GitLab, которым мы воспользуемся чуть позже. Как нам приходилось адоптить продукт внутри? Что вообще нужно, чтобы превратить картинку слева в картинку справа, и прийти к какому-то светлому будущему, с best practices, с порядком, с организацией и так далее? Во-первых, нужно всех ограничить, как это ни странно, и выдать роль девелопера. У девелопера нет возможности править какие-то основные настройки группы. Девелопер не может создавать, перемещать, удалять группы, репозитории, проекты. Ну, репозитории, в общем, внутри может, но сами основные группы, то, что называется, то, что у нас называется еще tenant, он не может создавать. Не может создавать веб-хуки для различных автоматизаций, и не может подключать себе какие-то кастомные раннеры, чтобы там идти как бы отдельно от flow. Помимо этого, нам понадобилось добавить какие-то дополнительные настройки. Это, например, запрет на push в protected branch. Мы отключили поддержку GitLFS, потому что предыдущая эксплуатация GitLab показала нам, что проблем с этим сильно больше, чем пользы. Мы поставили стандартные настройки групп, это 60 минут job timeout для любой джобы, но 4 часа на protected branch, если ты, например, собираешь что-то тяжелое на мастер-ветке, и размер артефакта не более 1 гигабайта. Помимо этого, стандартные code donors в GitLab были расширены, мы добавили свои механизмы управления прувами, ну и выдавали мы в целом только роли developer, если ты состоял в группе, либо reviewer, если ты там хотел смотреть. Ну, по умолчанию все у всех reviewer, кроме приватных репозиториев. Ну и всякие developer плюс фичи, которые на самом деле нужны были пользователям, они были вынесены на уровень платформы, то есть там сидело и управление проектами, репозиториями и так далее, возможность создавать сервисные аккаунты для автоматизации вокруг GitLab, и возможность подключать, ну, точнее, автоматически при создании проекта ему подключался пул шарит-ранеров, который он мог использовать. Помимо этого, мы сделали, собственно, там, механизм поддержки миграции, это миграция репозиториев из BitBucket в TeamCity через форму в платформе. Мы поработали над утилизацией квот, ну, насколько там многим из вас известно, квотирование лицензии в GitLab, оно per user, и, соответственно, мы научились как бы высаживать неактивных пользователей, чтобы лучше утилизировать квоту. И в итоге там, про это можно там целый отдельный доклад, он там на самом деле был, мы пришли вообще к групповым раннерам, чтобы лучше управлять квотированием, безопасностью, утилизацией раннеров и так далее. Зачем нужно было уходить с Enterprise Edition? Может быть, у кого-то есть, когда ты так классно живешь, зачем можно уходить? Ну вот представим, что оно еще не пришло. Но, да, прежде всего это тонна денег на самом деле, которые там несложную математику можно провести, чтобы посчитать, сколько там на наш объем пользователей это может стоить. Но деньги это на самом деле не все. Вот как первый коллега заметил еще некоторые события, которые нас дополнительно промотивировали задуматься об этом. Но самое интересное, это когда мы поняли, что до конца лицензии, которые уже не продлят, осталось полгода. Что делать? Давайте все садиться и определять, какой же у нас фича гэп, и что нам нужно успеть сделать за оставшиеся полгода. Смотрим на сравнение фичей с сайта GitLab. Видим, что здесь есть там push-рулы, multiple approvals многострадальные, там code quality reports и так далее, и так далее. Что нужно нам, чтобы сохранить, опять же, тот experience, то, что мы используем в GitLab на тот момент? Это все, что касается code review, все, что касается используемых push-рулов, которые мы уже сделали пользователям. Возможность клонировать репозиторию тоже стала особо актуальна на тот момент. Значит, поднять форк, поддержать, собрать, прогнать тесты и так далее, проверить совместимость фичей. И большой кусок про code search, который, на самом деле, мне кажется, был одним из самых таких челленджовых во всей этой истории. Напомню, что code search в free версии, он там достаточно ограниченный, позволяет в целом искать только по одному проекту внутри GitLab. Code review. Через внешний компонент реализовали аппрувы, чтобы можно было их несколько ставить в MR. внутри форка поправили хардкод ограничения в одного ассейне ревьюера. И в целом, сверху, как это выглядит в Enterprise Edition, как это выглядит у нас, сильно не отличается. Так же, как и в премиум версии, можем блокировать MR, ставить сколько угодно опрувов и так далее. Пуш рулы. У нас на Git или нодах крутится определенный демон, который перехватывает стандартные GitLabовые хуки, проверяет их на соответствие паттерну, который нужно, и принимает их или отбрасывает в зависимости от успешности. Соответственно, сделали. Слева это то, как это выглядит в Enterprise Edition, то есть вы накликиваете, описываете паттерны. У нас же это в репозитории, в корне лежит файлик-полиси, который, собственно, описывает все эти паттерны. Значит, история с зеркалированием репозиторий тоже достаточно просто решается. На уровне платформы создаем форму, в которой ты забиваешь просто, например, ссылку на GitHub. Далее приходит Worker, добавляет репозиторий в ротацию. Регулярно Ruby скриптом фечатся изменения, и вы получаете актуальное состояние внешнего репозитория. Так это примерно выглядит в самой платформе. По форку, тут тоже немного пробегусь. Мы сделали отдельное стейдж-окружение, в котором был собран форк, и все компоненты платформы, которые там участвовали бы в переходе. Соответственно, завязки на GitLab.org мы исправили, завязки на внешний Docker registry мы исправили, и запустили это все на интеграционном контуре, чтобы проверить его работу. Вот. И сейчас я передаю слово Илье. Достаточно большая, интересная часть. Вот. Итак, поиск по коду. До начала неплохо понимать, что мы планируем искать. Очевидно, это в первую очередь файлики пользователей. Их много. Они написаны на разных языках, и есть текстовые. Хочется искать сообщения коммитов, мерзшие квесты и комменты к ним, а также репозитории и группы. Но хочется иметь скоуп, чтобы искать по всему, а не по одному репозиторию, как в фри-версии, или по группе, то, что у нас называется, тенантами. Какой подход мы сделали к снаряду? Это взяли маппинги, что были на поиске в Enterprise Edition версии. Там, по большому счету, были прописаны регексы, на которых строилась токенизация. Развернули OpenSearchi. У нас уже была инфраструктура, мы могли их спокойно разворачивать. От классика мы уже начали отказываться по некоторым причинам. Пошардировали индексы и раскатились сразу на три нады в разных DC, чтобы при потере нады или DC мы не теряли поиск по коду. Взяли за основу индекса open-source от самого GitLab, GitLab Plasticsearch Indexer. Он написан на горшечке. И написали свой бэкэнд поиска с нуля. Тоже на удивление на горшечке. И вынуждены были подменить страницу поиска целиком. Про нее чуть попозже расскажу подробнее. Как выглядела наша индексация, в отличие от пассивного индексатора, который был в open-source версии, наш индексатор активен. Он может сам ходить в GitLab API, выкачивать оттуда проекты, понимать, что там появилось нового. И также напрямую в GitLab API лез за содержимым к самим репозиториям. От того квадратика с Kafka изначально не было, потом его добавили, чтобы автоматом через него прогонять все MR, коммиты и так далее. И все это дело он дружненько складывал в open-search. Чуть позже мы еще сюда добавили один компонент, называется language server. Он нужен для реализации так называемого синтактического поиска, про который я чуть попозже расскажу. Из существенных изменений мы благодаря Kafka можем практически мгновенно обновлять индекс и все тут же появляется в поиске. Мы поменяли механизм токенизации, выкинули вот этот набор регектов. Наш коллега написал плагинчик для open-search, который сам разбивал входные потоки на токены и получили достаточно хорошее качество. Мы пробовали n-граммы, но размер индекса не размер индекса был достаточно существенный, а качество в целом приблизительно такое же, поэтому мы от этого отказались. Мы также поддержали тот набор расширенных запросов, которые есть в Enterprise Edition и добавили немножко своих. Сделали агрегацию по языкам, чтобы можно было видеть, где что смачилось, удобно. Сразу шлем запросы в несколько индексов, как в код, так и в MR, в коммиты. Полностью поменяли схему приватных репозиториев. У нас закрытые репозитории индексируются отдельно, лежат в отдельном индексе, и когда приходит пользователь, если у него нету никаких приватных групп, то его запрос даже не пойдет в приватный индекс. Сделали лучшую подсветку совпадения относить к тому, что было open-search, она не всегда хорошо работала. И подержали синтаксический поиск. Вот так выглядит наша страничка поиска. Как я уже сказал ранее, мы ее полностью подменили, наши фронтендеры проделали большой объем работы, чтобы она выглядела нативно, достойно, и ей было удобно пользоваться. здесь приведен пример поиска по open-search репозиторию по слову корпус. Видна подсветка, которую выдает open-search, она не всегда все подсвечивает, и у нас есть уже какой-то мерзь того, что мы смачили, и подсвечиваем соответствующие линии. Также видны языки и файлики, где есть еще матчи. Но если очень хочется, можно запросить расширенную подсветку, и в этом случае тут будет чуть-чуть получше находиться совпадение, иногда сильно удобнее так искать, когда классическая подсветка плохо находит. Что же касается синтаксистического поиска, он делает достаточно простую вещь, он берет файл по его типу, фактически парсит его содержимое, разбивает на токены, для этого мы используем open-source на 3-ситер с набором плагинов, который фактически сейчас воспринимает любой язык, и все это дело дружненько загружаем в индекс. и по соответствующим токенам мы можем спокойно искать строгим соответствием. Вот, для примера, классический запрос write, мы ищем по коду, нашли там что-то там, не знаю, и в плюсах, в питончике, в случае, когда мы хотим сенсорить поиск, мы с помощью социальных команд сдаем запрос на использование статистического поиска. Мне, как разработчику, такой метод очень нравится, удобно, быстро можно написать, я четко понимаю, что я там ищу метод write, и в строке поиска запрашиваю, как результат мы находим все места, где встречается слово write. Кроме того, можно выбрать конкретный язык, и будет матчиться из этого языка, но тут видно, что нашлось где-то write result, где-то test write, можно указать потребность того, что я хочу найти чисто соответствие на write, я это указываю в виде ключик strict1 и полностью получаю соответствующий ответ. Но если мне нужен не метод, а, например, поле, я немножко другим запросом нахожу все вхождения этого поля. И точно так же можно находить все вызовы этого метода. Итого, мы проиндексили порядка 27 тысяч репозиториев, там есть немножко из GitHub зеркало, мы не индексируем некоторые репозитории пользователей в виде форков. У нас 225 гигабайт на полнотекстовый индекс и порядка 30 на синтаксический. Также время поиска сократилось в десятки раз и большинство запросов отвечают менее секунды. Возвращаю слово Артема. на самом деле это довольно достойно какой-то более технической конференции, которым можно прям нырнуть в детали, в кишки этого всего. Давайте вернемся к импортозамещению. как мы переходили собственно на GitLab. У нас соответственно был развернут контур, мы туда запустили нескольких пользователей, говорим им давайте вы посмотрите какие-то ваши основные фичи, проверите которые вам пользуются. Сошли, посмотрели, все работает. Давайте переходить. И в целом переход у нас довольно прозаичный произошел. Мы просто остановили Enterprise Edition, запустили редеплой на весь форк, который уже содержал все нужные компоненты и запустили там период недоступности около 10 минут, но в итоге Community GitLab там с префиксом T и что получилось? Самый главный наш критерий успеха это то, что наши пользователи ничего не заметили, они вообще не заметили подмену и весь все их сценарии продолжили работать. Мы как сказал Илья довольно существенно улучшили и ускорили работу поиска, у него появились дополнительные фичи и самое главное мы сохранили существующий опыт, что можно искать по языкам, по всему GitLab и так далее. Ну и самое главное мы уложили сроки, мы не остались в неподходящий момент без лицензии и все успели. Ура! Вот. Немножко поговорим про особенность нашей инсталляции. Значит, может быть кто-то из вас знает, у GitLab есть такая штука, как референс архитектура, она там идет в тирах для 3, 5, 10, 25 тысяч пользователей. Ближайшая к нам это уже 25 тысяч пользователей, это API до 500 RPS, Web 50 RPS, GitPool 50 RPS и GitPush 10. В нашем случае, где у нас МАУ, это около 15 тысяч пользователей, у нас API примерно в 2 раза выше показывает состояние из-за достаточно большого количества интеграций, с которыми работает Web примерно такой же, GitPool и Push ниже. И опять же, они там в своей референс архитектуре говорят, что у вас сайт-кик-ноды должны быть такие, рельс-ноды такие, столько-то постгрессов и так далее. Что у нас сильно отличается? У нас сильно больше и жирнее сайт-кик-ноды, потому что они там являются ключевыми при обработке API-запросов. Инстансов GitLy у нас больше, но они сами по себе меньше, за счет того, что мы как бы зашардировали и разложили репозитории по разным. У нас там есть достаточно крупные репозитории, которые заслужили свой отдельный GitLy инстанс. ЦПУ на Rails-нодах меньше, но за счет рейт-лимитов они все-таки могут все это вывозить, и у нас сильно меньше рейт-сноды. Также немножко цифр, всего там зарегистрировано около 20 тысяч пользователей, из которых МАУ это 15, как я уже сказал. Эти пользователи создают порядка 40 тысяч коммитов в день, а сами пользователи живут в наших группах, которые называются Tenant, их около двух тысяч. Пользователи за счет своих коммитов, кронов, релизов и так далее формируют около 68 тысяч билдов в день. Все это работает на автоскейлинг билд инфраструктуре, которая в пике скейлится до 16 терабайт RAM и 5600 ЦПУ. По репозиториям. Порядка 80 тысяч репозиториев, они делятся примерно пополам, где половина это общий репозиторий, в котором разработчики работают, а другая половина это пользовательские форки и сниппеты. У нас на самом деле так много форков, потому что форк это основной инструмент contribution в какой-то общий репозиторий. Из всего этого 4200 это активных daily репозиториев. Немножко пробежим итоги, что мы сегодня узнали. мы узнали про то, что Тинькофф на тот момент сейчас пришлось выбирать какое-то непростое решение. Мы его дорабатывали, потом резко решили, что с него нужно как-то уходить, причем мягко для пользователей, определили, что нам нужно для этого сделать, сделали это и немножко посмотрели на текущие цифры того, как это сейчас работает. Немножко про планы на будущее. Сейчас мы думаем над роудмапом в целом дальнейшего развития GitLab. У нас идея есть делать CACD как лего, чтобы подстраивать под каждый стэк свой набор шагов, инструментов и так далее, оптимизировать под это раннеры и так далее. И поиск, у нас получилось, как видите, достаточно удачное решение с поиском, и мы хотим его дальше масштабировать и уже учиться искать с помощью него по всем компонентам и сущностям платформы в едином виде. Напоследок хотелось бы сказать также, что многие слайды на этой презентации были нарисованы с использованием Unidraw. Это аналог мира OT. Пользуйтесь на здоровье. Вот. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.